Прошу садиться. Очередную сессию начали с внесения изменений в закон об особенностях применения законодательства о налогах и сборах на территории города в переходный период. Согласно им, депутаты расширили права предпринимателей. Речь идет действительно, скажем так, о технических вопросах, связанных с возможностью обжалования действий налоговых органов и особенностями, связанными с перегистрацией с 1 июля юридических лиц по правилам российского законодательства. Ни какие налоговые ставки не затрагиваются данным проектом закона. Проголосовали народные избранники из-за внедрения в городе с 1 января 2015 года патентной системы налогообложения. По своей сути, это аналог действовавшего ранее единого налога. Только тут придется приобретать патент на определенный вид деятельности. Нововведение вызвало ожесточенные прения касательно оправданности законопроекта, но последнее слово осталось за председателем законодательного собрания. «Принятие этого закона – это не обязанность, это право. Хочешь – оставайся на общей системе налогообложения. Не хочешь – переходи на патентную систему. Я хочу напомнить, что введение в свое время, в том числе и у нас в городе, единого налога многих мелких предпринимателей просто спасло». Далее право определить количество депутатов, работающих на постоянной основе, предоставили избранникам будущего созыва. Утвердили и условия оплаты труда работников государственных учреждений и организаций города, после чего перешли к закону о контрольно-счетной палате. «Это органы внешнего государственного финансового контроля, субъекта Российской Федерации, города федерального значения Севастополя, который образуется законодательным собранием города Севастополя и ему под отчетом. То есть это тот орган, который будет вами создан, потому что у нас рекомендация, что этим составом его сформировать этот орган, чтобы он уже начал работать». Если перечисленные законы поддержало более четырех десятков депутатов, то за особенности регулирования имущественных и земельных отношений проголосовало лишь 10 человек. Остальные посчитали данную законодательную инициативу недоработанной. Не утвердили депутаты и законы об управлении собственностью города, государственном имуществе и имущественной казне. Что же касается охраны здоровья населения, то тут депутаты проголосовали дружно. 44 голоса «За» дали зеленый свет и программе «Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Севастополе». Владимир Сорокин, Виталий Козловский. Программа «Наше время».